Министр промышленности Шарлопаев дал понять, что законность передачи испад кормета бизнесмену Митулу в бытность экс-президента проверяться не будет. По данным из открытых источников, в свое время олигарх приобрел компанию по цене в 20 раз ниже рыночной. И теперь он хочет заработать на этом еще несколько миллиардов долларов. После смертельной аварии на шахте, власти прервали инвестиционное сотрудничество с Арселор Миттл Темртау. Какие же активы компании теперь могут перейти Казахстану? Как сказал министр промышленности Шарлопаев, речь идет о полном комплексе активов в Казахстане. Это стальной, угольный и рудный департаменты. А также в периметр потенциальной транзакции включен трубный завод в городе Ахтау, который производит трубы. Но, как признался чиновник, государство это плохой менеджер, поэтому компания будет передана частнику, но не иностранному инвестору. Министр дал понять, что крупнейшая компания по производству стали Казахстану достанется не бесплатно. Но заверил, что бюджетных денег на эту сделку не потратят. Однако Шарлопаев отказался назвать точную сумму сделки. Мы не можем сейчас до подписания юридически обязывающей документации по переходу актива предприятия Арселор Метал Тимиртау в пользу Республики Казахстан озвучивать какие бы то ни было условия сделки, именно потому что это публичная компания. Во сколько же обошлась компания олигарху Миттелу? 225 миллионов долларов с рассрочкой. Такова цена за флагман казахстанской металлургии. Это при том, что рыночная стоимость была 5 миллиардов долларов. То есть компания досталась олигарху в 20 раз ниже рыночной стоимости. Причем металлургический магнат Миттел расплатился за казахстанский комбинат только спустя 4 года после вступления в полное владение. И платил он не своими живыми деньгами, а теми, что получал с самого комбината. Плюс по контракту Миттел получает роскошный подарок в виде самых низких цен на сырье, электроэнергию и ЖД-тарифы. Преференции индийскому дельцу наше правительство сохраняло до последних дней. Сверхдоходы компании стали возможными благодаря постоянной господдержке в виде налоговых льгот и других преференций. К примеру, в 2014-2015 году Арселор Миттел Темртау получила господдержку на 50 миллионов долларов. При этом, согласно аудиторскому отчету, Арселор Миттел Темртау приносит своим акционерам в день около миллиона долларов чистой прибыли. И за 27 лет, по оценке специалистов, Миттел заработал на крупнейшем сталелитейном предприятии от 20 до 25 миллиардов долларов. Мы спросили, есть ли родственники Назарбаева в числе акционеров Арселор Миттел. Нет, значит, по той информации, которую нам предоставил Арселор Миттел, они являются стопроцентным владельцем этого предприятия и имеют полное право распоряжаться этими акциями без всяких ограничений. Баоржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42